В принципе, надо просто искать таких людей, которые понимают, что это такое, и они скажут, я готов продать на столько-то денег, да, то есть на столько-то денег я готов продать, и я хочу столько-то денег зарплаты. То есть это 3000, это примерно, если он скажет, слушай, я тебе продам там 5 квартир в месяц, а это реально, абсолютно реально, если ты хороший продаёц, он может продавать столько. Я тебе продам 5 квартир в месяц, и я хочу там зарплату 5000 долларов, да, плюс ещё там бонус какой-то. Это всё без проблем, мы готовы разговаривать. То есть вот тебе надо с ними... По-российски это немножко непонятно, по-российски хотят зарплату, ничего не делать и просто сидеть дома, вот так. Ну я всё это объясню, Юра, ты не переживай, по этому поводу я всё объясню. Ну, я не знаю, может быть это 5 собственников будет, может быть это будет 5 отдельных квартир. У нас же есть сейчас вот квартира, например, первую квартиру мы купили, человек хотел зайти в крамфанинг, он целиком купил её в итоге. И сейчас он говорит мне, вот на той деле мы с ним переставили, говорит, если есть хорошие предложения, давай, я ещё куплю. Понимаешь, потому что мы всё сделали, мы всё выполнили, он понял, что с нами можно работать. То есть мы... Человек из России, человек из России. Человек из России, сейчас живёт в Европе, но он россиянин. Вот, и... Ну хотя бы скоро, можно сказать? Он с Сибири. С Тюмени. Понятно, секрет. С Тюмени. Не секрет, Тюмени, не секрет. Хорошо, я услышала, да. Он с Тюмени, он с Тюмени, но сейчас живёт в Черногории. Угу, угу. Так вот. А, так, то есть, когда мы говорим 5 квартир, на самом деле это условно. Допустим, 5 человек. Ну, может быть 5 человек, может быть эти 5 человек скинутся по 150 тысяч долларов. Вот я сейчас веду с украинской одной семьёй разговор. Они готовы, он говорит, мы в принципе готовы купить нежилое помещение ещё с кем-то вместе. Вот, ну, потому что нежилое более интересно. Его можно перекредитоваться, взять, вернуть свои деньги, в принципе, через полгода назад. И взять уже деньги в американском банке. В жилом, к сожалению, это нельзя сделать. Вот. Ну, такие американские законы. Так вот, они готовы, говорят, мы готовы, в принципе, дать 350, но купить объект за миллион. Потому что, ну, люди с мозгами. И люди понимают... Сейчас. Да, да. Алло, слышно меня? Да, да, и мне позвонили на телефон, поэтому прервало. Меня слышно? Ира? Сейчас я перезвоню. Алло. Да, извини, мне позвонили на телефон. Ну, вот люди с мозгами, они говорят, мы готовы дать 350, вот, но давай купим объект за миллион. Потому что он будет приносить больше, мы сможем кредит лучше взять в банке. То есть, может быть, они найдут там, это долевики, но этот объект стоит будет, часть объекта будет стоить им 350 тысяч долларов. Получается, там найдем мы, там, двух человек, мы можем объект купить за 750, найдем трех человек, можем купить объект за миллион. Вот и все. Тогда, Юра, сразу, просто чтобы я понимала, что человек...